так здорово короче сегодня будет смотрик скажем так да игру wargame escalation она вышла на самом деле уже месяц или два или не помню сколько назад ну не очень давно но вышла я просто появилась крякнутая версия так как я небольшой любитель стратегий во всяком случае таких то я не стал покупать ее вот хотя там говорили что графон крутой все дела я все равно как бы знал что играть вот не буду тем более тогда танки были вот я короче вышла решил глянуть небольшой смотрик сделать скажу сразу впервые заметил разницу на full hd то есть я по привычке для съемки решил сначала уменьшить разрешение да этот какого просто hd и все стало очень мыльным вот не спешите радоваться говорить что вот я же говорил это видимо именно в этой игре видим из-за того что стратегии очень мелкие все детали и поэтому критически важно разрешение то есть в обычных играх там все не настолько важно тут же вожди вообще прям мыло стало страшное короче даже 1600 1440 на 900 пример тоже мыло было и только от full hd она прям такое очень прилично четкая вот но если совсем приблизить там конечно но все равно четко довольно таки а вот с такой вот расстояние то есть вообще ну на видео может быть там будет размыт потому что придется пожать в любом случае но как бы вот именно как видно это сто процентов говорю что только full hd как бы все очень четко о короче скажу что настройки все все на максимум full hd и так далее и в общем то 30 fps все выдает то есть не шустро более того когда взрывы идут причем взрывы всего лишь несколько взрывов то там подтормаживать начинает вот такая карта очень прикольная так у меня короче пиратка поэтому нету мультик поэтому я чисто по компании немножко расскажу но опять же это смотр поэтому здесь не будет чего-то такого чисто так сказать впечатление так далее вот вот такая карта прикольно очень красиво сделано то есть районы тут обозначены русифицирована но русской озвучки нету ну и хер с ней в общем красиво дальше вот эта фишка видимо этой игры что вот так вот все сделано такими ну видите лоскутами да но это как бы и в реале что-то похоже есть но не так все таки и в других играх я особо этого не видел но здесь есть такая я еще заметил на скриншотах это когда посмотрю вот думал скрины вообще плохие обычно делают такую показывает и непонятно чаще такое а потом скриншоты техники тоже непонятно на самом деле все как об обычной стратегии то есть это просто сверху вид а когда ты приближаешь что твоя техника она будет вот к примеру грузовичок ты приближаешь и вот его может посмотреть ну соответственно графон здесь действительно очень при ну самый лучший наверно даже в стратегиях вообще реально даже болтан конфликт пожалуй послабее будет он проданным давно уже вышел но там все равно была передовая графика для стратегии здесь же все гораздо круче еще то есть смотрите сколько травища вообще просто дохереща кустики всякие хуюстики короче деревья ваще охерей даже такого расстояния то есть они вот смотрите какие пипец вот короче здесь круче чем в танках графон ну танки правда тоже делаются на движке мор но она правда для мой сделан движок ну короче ну в общем круть покруче будет плюс взрывы крутые техники так тоже приближать домики даже такого расстояния очень и очень и очень не кисло выглядят а так стратегии на самом деле от ближе не будешь прибежать и вот тут все очень четко очень вообще офигенно короче но реально прям по ходу самый самый крутой здесь графон среди стратегий вот у меня ща это самая первая миссия как я сказал я играть на самом деле не буду потому что всякие вова и так далее и здесь знаете чем мне не нравится здесь сама система короче стратегии это забыл как называется это началась но отлично для меня какая стратегия завела эту систему это компанию героис тупая система призыва очков когда у тебя очки ты призываешь технику меня уже тогда с одной стороны прикольнул то что для меня это был новшеством геймплея но реально не понравилось то что я люблю технику строить а когда у тебя просто дают тупо очки от у меня ща 200 очков и ты просто от выбираешь от в левом углу какую технику тебе нужно призвать и просто тыркаешь и она приезжает из-за угла меня это честно говоря вообще никогда не нравилось и бесила в общем поэтому вот я уже по одной этой причине не буду играть но это практически самая главная причина то что в остальном конечно игра в общем-то по ходу стоящая вот но ты за эту систему мне она просто отвратно и реально играть просто тупо неохота вот можно поближе приблизить танчики посмотреть техники сразу скажу здесь просто дохерище это просто такой я потом чуть погодя покажу здесь вертолеты танки танки причем не последний какие-то абрамса старый есть ты 55 к примеру это какой-то леопард старый короче танки семидесятого где-то года и до нашего времени вертолеты какие-то артиллерийские хрени усарительно как он нарисован он нарисован лучше чем болтов танкс то есть прикиньте хотят стратегию там башни вращает то есть вообще и при этом опять же стратегии то есть тут может быть дохера я просто как бы не знаю максимум сколько я не буду ща делать все это но я думаю здесь можно дохера в общем нахерачить любой другой техники будет короче ну сами понимаете да то есть насколько это тормозить будет часто не особо летает но с рапс правда 30 fps но все равно я говорил что без фапса тоже примерно 30 fps может быть это залочено не знаю но при взрывах когда техника взрывается то торм тормоза идут а техника взрывается лучшие взрывы что я видел я лучше вообще не видел вот какая-то хера тем приехала еще чет я вызвал но мне тут чья доступно немного сами понимаете тут я сказал техники дохера за разные нации там франция великобритания еще что-то но это самое начало игры поэтому здесь особо ничего не доступно то есть вот деревья офигенные ваще водичка он смотреть как мост отражается в офигеть просто ну офигеть не офигеть но это лучшее реально что есть вот и опять же четко но вообще конечно если бы не был такой видюхи то но я бы посмотрел на hd и сказал бы что это конечно мытое вот но это единственная игра то есть пока что который я встретил я бы на других играх мне как бы нет смысла врать я бы тоже так бы говорил потому что я все от игры которые с видюх попробовал battlefield 3 и так далее много чего попробовал там нет такой разницы сто процентов ну да там есть похуже но такой разницы нет здесь реально очень сильная как бы разница давайте покажем какие тут тупая какая тут у меня есть миссия нажмешь от ликвидируйте плацдарм секторе альфа 3 очка то есть ты вверх вот так он делаешь тут сектор альфа и тут плацдарм вот он показывает что вот туда ты выбираешь свои танки и херачишь их сюда сюда я пока что издалека это неинтересно но когда они подъедут поближе там начнется перестрелка и будет нормально тут я воюю но тут вымышленные события я воюю немцами против русских так вот они едут у русских здесь т-34 прикиньте это 75 год и у них т-34 но это конечно тупая наебка для тупых пиндосов но игра блин качественная рус по моему их разработчики от игры рус который мне совершенно не понравилось они стали делать вот рус она была к это вообще какая-то полный херотень хотя там говорили маус или что-то такое было но она к это вообще херотень поэтому я плюнул здесь же все ништяк ништяк братиш так сказать вот они едут карта в общем не такая уж и маленькая едут чадая вот уже вражеская техника появилась вот уже начинают стрелять ой это ты 55 короче о взрыв и дали какой взрыв особенно эти вот вот с такого расстояния еще поближе там видно что немножко так это похуже там видно что взрыв наложен на эту и не совсем так но вот с такого примерно расстояния вообще офигенно смотрится и все животов танкс вы знаете какие взрывы их там вообще нету как бы а здесь как бы сделано непонятно что там старинный движок все дела это в общем то понятно просто как бы понятно что это совершенно разные как бы жанры это все понятно так вот есть еще какой-то пост ликвидируйте хочу еще взрывчиков показать так короче игра любит вылететь но это видимо с фрапсом уже второй раз вылетела поэтому прервется и я ща уже заканчиваю на самом деле смотрю потому что фактически все уже сказал то есть геймплей понятен он как классический для таких я не знаю как это назвать стратегии очковые стратегии короче вот он классический ничего такого нет графон офигенный в техническом плане техники дохера все остальное в общем интерфейс тоже очень красивый то здесь все нарисовано шрифты я не знаю кнопочки там все очень очень классно как бы карта все очень качественно скажем тогда то есть реально очень качественно никакая там хератень там до коленки склепали там выпустили а как бы очень очень классно сделал да все вот но я очень говорю что такие не нравится мне тип таких игр поэтому даже не сорян то что все так тип классно как не очень охота играть ну и плюс опять же на самом деле вы скажете ну как же вот графон да ты там говорил туда-сюда ну на самом деле я бы хотел еще более крутой графон если честно и плюс физику более крутой то есть когда в танк попадает он взрывается он там чтоб более реально взрывался развалился то есть вот так вот они hymne все таки здесь круто как бы относительно того дерьма остального до дерьма относительно скажем так того чтобы хотелось не настолько круто но сейчас еще раз нужно взрывов чуть посмотреть а он взорвался то есть видите такой грибок можно сказать то есть все круто в общем сделано вот давайте технику посмотрим я хотел вам сказать тут арсенала тут смотрите то есть с ссср чсср пнр блин всякие гдр и вот ты отберешь брэдм и штабная бронемашину пить тут рисунок да то есть в apc вот такой то еще кайта херотень вот вертолет тут вертолет командирский у вас здесь вот о командирский у вас здесь технику русской там давайте от вертолет посмотрим потому что все остальное относительно банально но просто много да то есть пехота различного шилка какая-то шилка блин камаз короче урала здесь есть короче rs 30 мтлб какая-то блин fv короче всякой херотенью тут просто реально дохерищу вот вот они вертолетов ми-24 ми-24 п ми-28 то есть это все есть в игре чинук там кобра всякие apache и все чего угодно короче есть это все реально прикинь сколько техники то есть я даже тот же цен с которого я начинал фактически моя первая стратегия подобного плана там было блин три вида нахрен оружие блин 30 по одному танку за каждую нацию там было блин у американцев абрамс у русских там ты 90 то есть прикиньте насколько убого это все был там а здесь зато там самолет правда были но опять же по одному вроде виду вот здесь самолетов нету но здесь вообще дохеришь техники короче все есть но бери только наслаждайся если ты в то и особенно для тех кто особо не так давно начал играть но это видимо школьники малолетние в основном который еще особо не посмотрели стратегии для них это вообще райская игра и в принципе если нравится такой типа что тут нужно лицензию конечно однозначно покупать чтобы мультик рубиться так далее то есть игра сколько бы она не стоила на ты больше 1000 рублей по любому стоит не будет на этом вообще рублей 600 какая-нибудь будет стоить версия то есть то конечно сто процентов стоит этих денег но если вам нравится такой типаж в пятый раз повторю как бы поэтому поэтому короче в общем ништяк одобряю зашибись играть правда не буду да но это что такие дела я буду вов играть в которой такого графона нет но геймплей так сказать тащит ну и да на самом деле не не столько геймплей то мой геймплей геймплей не не геймплей главное вернее то что главное тоже важно ну как бы именно что на мо там реальные люди дофига вот этот что интересно здесь мультик но это блин здесь двумя челами из пятью то есть это все совсем другой типаж в общем вот они начинают уже опять гасить вот взрыв пошел гляньте какой взрыв где увидели такие взрывные даже в шутерах таких взрывов нет пипец даже в шутерах я не видел таких взрывов а прикиньте если тут дохера техники будет они все одновременно будут взрываться жаль нет ядерного оружия потому что в ценце к примеру она была там было реально ядерные взрывы ты ракета для отстроила взрывала вот и да кстати там он неплохо выглядел но он качественно был сделан но все-таки ядерный взрыв он такой большой поэтому так и что если бы он не был похож на ядерный взрыв он был бы не ядерным взрывом понятно вот обычная взрыва я зачастую о ракеты гляньте ракета блять летит гляньте противотанковая нахуй на пизду нет леопарка о гляньте пиздец короче дольше тут все серьезно уазики откуярит ну в движении хреново немножко конечно смазано о бля пропали прикиньте гляньте пропали пропали гляньте трава шевелится их нету ну ладно хер это баг не баг просто моих всех убили по понял обзор просто пропал то есть моих убили но знаете как это местность ну как блять вы поняли короче кто в танки особенно играет это во многих играх так warcraft 3 тоже самый туман войны короче вот короче такой небольшой обзорчик ништяк зашибись это вам не этот как резиденты вилл сраный или там какой-нибудь dz поделочка там какая-то на коленке сделали там еще там и игру все побежали покупать а он там мод не доделанный не допиленный просто раскрутили короче вот это вот качественная игра полноценная качественная игра короче лан пока